На заре советской власти, в напряженные дни становления первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин говорил. Его голос, записанный на фонограф, обращен через десятилетия и к нашему времени. Чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета поместников и капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую красную армию труда. Трудовая дисциплина, честная энергия в труде, готовность к самопожертвованию, честный союз, специанс, рабочие, вот кто спасет трудящихся навсегда от гнета поместников и капиталистов. Ленинским духом, ленинскими идеями был проникнут 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Он начал свою работу в Москве 25 февраля 1986 года. Решение съезда на годы и десятилетия вперед определяет характер и темпы восхождения к качественно новому состоянию советского общества. Это стало традицией. Крупные события в жизни партии и народа отмечать трудовыми победами. Советские люди многое успели заложить, освоить, построить. Завершили первый этап беспримерного по своим масштабам строительства Байкало-Амурской магистрали и начали прокладку нового пути на север в Якутию. Построили в бескрайних просторах Сибири новые поселки и города. Продолжили героическую эстафету мирных космических исследований. Открыли движение подземных поездов в Новосибирске. Он стал первым в Сибири и одиннадцатым в стране городом, имеющим свой метрополитен. Приступили к эксплуатации нового, невиданного погрузоподъемности воздушного лайнера. И только что сошедшего со стапелей Ленинградского судостроительного завода мощного атомного ледокола «Россия». Да, советским людям есть чем гордиться. Но наступило время, когда трезвый партийный анализ показал, того, что сделано, сегодня недостаточно. Стало очевидным, что современный этап развития социалистического общества требует поисков качественно новых подходов и новых рычагов для дальнейшего движения к намеченном цели. Почти год прошел, как в апреле 1985-го Центральный комитет КПСС выдвинул грандиозную по замыслу программу ускорения социально-экономического развития страны, ориентированную на предстоящее пятилетие и на период до 2000-го года. Эта программа легла в основу политического доклада, с которым выступил на съезде партии генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС собрался на крутом переломе жизни страны, современного мира в целом. Наша задача широко, по-ленински, осмыслить в переживаемое время, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий, которая органично соединила бы величие целей и реализм возможностей, планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека. В съезду предстоит обсудить и принять новую редакцию программы КПСС, изменения в уставе партии, основные направления развития народного хозяйства на пятилетку и перспективу. Едва ли надо говорить, сколь огромное значение имеют эти документы для нашей партии, нашего государства, нашего народа. В них не только оценка пройденного, постановка назревших задач, но и взгляд на будущее. Речь идет о том, каким вступит Советский Союз в 21-й век, какими станут облик и позиции социализма на международной арене, каков завтрашний день человечества. Товарищи, выдвинул на Апрельском пленуме стратегию ускорения социально-экономического развития страны, Центральный комитет КПСС принял тем самым решение исторической важности. Огромными усилиями народа, говорилось в политическом докладе, за четверть века Советский Союз добился внушительных успехов. Национальный доход вырос почти в четыре раза, промышленное производство в пять раз. Но за счет чего? За счет ввода все новых и новых ресурсов, при недостаточном росте производительности труда, при робком использовании достижений науки и новых современных технологий. Психология значительной части руководителей разных уровней формировалась в условиях изобилия ресурсов. Такое богатство многих избаловало, привело к расточительству. Но положение давно изменилось. Нет прежнего притока рабочей силы. Мы стали платить дорогую цену за добычу и доставку каждой тонны нефти, руды, угля. И на 27-м съезде было открыто и честно сказано не только и не столько о достижениях. Прямой разговор о недостатках был направлен на то, чтобы максимально мобилизовать преимущество социалистического производства, которое по самой сути своей способно к постоянному совершенствованию и обновлению. Коммунисты всегда представляли себе пути социального прогресса во всей их внутренней сложности и противоречивости. Но и в этом главное отличие коммунистического мировоззрения. В центре этих процессов неизменно стоит человек, его интересы и заботы. Человеческая жизнь, возможности ее всестороннего раскрытия, подчеркивал Ленин, самая большая ценность. Интересы общественного развития превыше всего. На это КПСС ориентируется в своей практической политике. Первоочередной задачей, говорилось в политическом докладе, является решение продовольственной проблемы. Материально-техническая база агропромышленного комплекса будет и впредь последовательно развиваться. Однако главным двигателем прогресса, его душой, был и остается человек. Это центральная усадьба литовского совхоза Юг-Найчай. В сельской жизни особенно наглядна эта прямая зависимость. Успех в хозяйственной деятельности ведет к таким вот социальным достижениям. Поэтому так важно открыть простор экономическим методам хозяйствования. Значительно расширить самостоятельность колхозов и совхозов. Повысить их заинтересованность и ответственность за конечные результаты. Товарищи, основополагающая задача экономического и социального развития страны определяет и международную стратегию КПСС. Ее главная цель предельно ясна. Обеспечить советскому народу возможность трудиться в условиях прочного мира и свободы. Советский Союз убежденнейший противник ядерной войны в любом ее варианте. Наша страна за то, чтобы иззять из обращения оружие массовое уничтожение. Ограничить военный потенциал пределами разумной достаточности. Но характер и уровень этого предела продолжает лимитироваться позициями и действиями США и их партнеров по блокам. В этих условиях мы вновь и вновь повторяем. На большую безопасность Советский Союз не претендует, на меньшую не пойдет. Каждому, кто непредвзято судит о советской внешней политике, ясно. Сформулированная на 27-м съезде КПСС советская программа мира отвечает интересам всех народов, всего человечества. Никогда в послевоенные десятилетия положение в мире не было столь взрывоопасным, говорилось в политическом докладе ЦК. Локомотивом милитаризма остаются Соединенные Штаты. Их военно-промышленная машина, которая пока не собирается сбрасывать обороты. Здравомыслящие люди на всех континентах с одобрением встретили заявление Михаила Сергеевича Горбачева от 15 января 1986 года. Программу конкретных действий по предотвращению новой мировой войны, освобождению земли от ядерного оружия еще в этом веке. Современный мир стал слишком маленьким и хрупким для воин и силовой политики, говорилось в политическом докладе. Сегодня, как никогда, важно найти пути более тесного и продуктивного сотрудничества с правительствами, партиями, общественными организациями и движениями, которые действительно озабочены судьбами мира на Земле, со всеми народами ради создания всеобъемлющей системы международной безопасности. И мы ищем такие пути, используя для этого любую возможность, будь то Всемирный фестиваль молодежи или диалоги на высшем уровне с главами правительства. Вспомним, как много ждал мир от встречи в Женеве. Руководители двух стран пришли к общему выводу. Ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей. Но по коренному вопросу отношений, проблеме безопасности и в первую очередь по вопросу о гонке вооружений в космосе, согласия достичь не удалось. Пройдет совсем немного времени, и разбойничье нападение на суверенную Ливию, ядерные взрывы на полигоне в Неваде, в ответ на продление Советским Союзом одностороннего моратория на свои ядерные испытания, дадут человечеству возможность еще раз убедиться, кто есть кто в современном мире. На 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза прибыли гости из 113 стран, представители 152 коммунистических рабочих и других партий. Они приехали, чтобы выразить солидарность с борьбой народов мира за свободу и независимость, поделиться опытом строительства социализма. Говорит первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Войцех Ярузельский. Чем выше зрелость и сила социализма, чем глубже он укоренился в сердцах и умах людей, тем острее подходит к недостаткам и решительнее отметает все то, с чем не по пути в 21-й век. Будущее народной Польши зависит в первую очередь от каждодневного труда нашего народа, любящего свою родину. Большое значение имеет участие в широко понимаемом международном разделении труда. Главное его направление – всестороннее сотрудничество с Советским Союзом, углубление социалистической интеграции, объединение интеллектуального и материального потенциалов стран-членов СЭФ с особенным упором на ускорение научно-технического прогресса. Недавно принятая комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов СЭФ до 2000 года призвана сыграть большую роль в нашем общем развитии. Говорит первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро-Рус. «Своей свободой мы обязаны не милости или благости империалистов. Она – результат нашей борьбы за ее достижения и сохранения. За ней и правительством Соединенных Штатов против прогрессивных патриотических сил». Все помнят, как в октябре 83-го года на маленький остров Гренада торглась 14-тысячная американская армия. «Все знают, сколько сил и средств вкладывают Соединенные Штаты в подготовку нового вторжения в Никарагуа. Это так называемые «контраст» и их американские консультанты. «Капитализм встретил рождение социализма как ошибку истории, которая должна быть исправлена», – говорилось в политическом докладе. «Исправлено во что бы то ни стало, без оглядки на право и мораль, вооруженной интервенцией, экономической блокадой, подрывной деятельностью. Но ничто не смогло помешать утверждению нового строя, его исторического права на жизнь». «В условиях, когда народы мира одерживают все новые и новые победы, империализм отвечает возросшей агрессивностью, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств. Когда же он не может сделать это прямо, то прибегает к услугам марионеток, предателей народа и дела независимости». «На юге Африки эту роль выполняют, с одной стороны, российская ЮАР, которая, стремясь сохранить ненавистный режим апартеида, систематически осуществляет агрессию против государств региона. А с другой стороны, вооруженные банды марионеток, которые, будучи оружием ЮАР, сеют смерть и разрушение, пытаются воспрепятствовать нормальному развитию этих стран, создать атмосферу нестабильности и террора. Такова политика диктата и государственного терроризма, которую правители Претории постоянно проводят в отношении суверенных государств нашего региона при покровительстве и поддержке нынешней американской администрации». Это говорил Жозе Эдуардо Душсантуш, председатель МПЛА Партии Труда, президент Народной Республики Ангола. Митинг солидарности с борющимися народами Африки. Он проходил в дни съезда в Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумба. Говорит генеральный секретарь ЦК Компартии США Гэс Хоу. «Работа Вашего съезда имеет особое значение для народа Соединенных Штатов, поскольку состояние отношений между нашими странами в настоящем определяет в огромной степени, будет ли вообще будущее. Большинство ученых, включая американских, согласны в том, что возможность создания так называемого «неядерного щита» на основе программы «Звездных войн» является опасной иллюзией. Это лишь прикрытие для разработки новых сложнейших видов наступательных ядерных вооружений для размещения их в космосе. «Предотвратить войну, убереть человечество от катастрофы можно», записано в новой редакции программы КПСС. И в этом историческое призвание социализма, всех прогрессивных миролюбивых сил нашей планеты. Духом мира и созидания проникнут один из важнейших документов съезда, с которым выступил член политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. Важным политическим и народно-хозяйственным документом, внесенным Центральным комитетом партии на рассмотрение съезда, является проект основных направлений экономическое и социальное развитие СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. Его стержень – выдвинутый апрельский пленум ЦК КПСС концепцией ускорения. В проекте конкретизируются программные задачи и цели, которые предстоит осуществить до конца нынешнего столетия. Определены важнейшие направления качественного преобразования производительных сил и социального развития общества. Проект основных направлений полностью отвечает жизненным интересам советских людей, их надеждам на будущее. Николай Иванович Рыжков представил делегатам съезда программу действий, органически сочетающую планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека. Задача – за 15 лет сделать столько, сколько за все предыдущие годы советской власти. Для этого нужно научиться думать по-новому. Нужна нетерпимость к стереотипам и старым привычкам. Нужно поставить дело так, чтобы выгодно было работать хорошо и невыгодно работать плохо. Нужно пробудить в людях творческую энергию, чувство высокой ответственности за свой труд. В 1985 году коллектив крупнейшего автомобильного завода в Тольятти начал глубокий экономический эксперимент. Его суть – полный хозрасчет и самофинансирование. Около половины получаемой прибыли отчисляется в фонд государства. Столько же остается в распоряжении предприятия и идет на его техническое и социальное развитие. Кроме того, на эти же цели можно использовать 40% валютных средств, поступающих от экспорта автомобилей. Коллектив предприятия распоряжается фондами и средствами по своему усмотрению. Об этом доложил съезду генеральный директор завода Валентин Исаков. Проведенный глубокий анализ положений дел позволил выявить немалые резервы. В результате сверхконтрольных заданий намечено увеличить объем выпуска товарной продукции на 150 миллионов рублей. В том числе изготовить 12 тысяч автомобилей без привлечения дополнительных ресурсов металлопроката. Повысить прибыль на 30 миллионов рублей. Эти ответственные обязательства включены в государственный план на 12-ю пятилетку. Опытом умелого хозяйствования поделился на съезде и председатель колхоза «Путь к коммунизму» с Тавропольского края Николай Дмитриевич Терещенко. Опыт колхоза «Путь к коммунизму», которым мне доверено руководить в четверть века, наглядно подтверждает вывод политического доклада Центрального комитета КПСС о том, что наша социалистическая экономика таит в себе огромные резервы ускорения. Опираясь на большую помощь партии и государства, «Коммунисты, все труженики колхоза за сравнительно короткий срок сделали то, что без привлечения можно звать подвигом. Ведь посмотрите, что было. Географические полупустыня, экономически все отрасли убыточные, а урожая зерновых едва хватало, чтобы возвращать семена. А сегодня село Иргаклы – это цветущий уголок земли Старопольской». Делегаты съезда откровенно говорили о том, что мешает. Вносили конкретные предложения, делились опытом. Живем и трудимся мы на обновленной казахстанской земле дружно. Целину по зову партии осваивали представители всех братских республик и областей страны. Это ли не торжество ленинской национальной политики? Вот уже 17 лет на мощном тракторе Кировец обрабатывают целинную землю. Сейчас это основная машина на целинных полях. На этом тракторе я не раз завоевывала всесоюзные международные призы на конкурсах мастерства, выполняла по полторы-две нормы. Однако, товарищи ленинградцы, требования растут. Трактор надо совершенствовать. Последние годы в адрес объединения Кировский завод все чаще слышатся упреки механизаторов. Качество К-701 снизилось. На этих машинах у нас работает много женщин. И я уверена, что их будет еще больше, если надежность машин, управление и комфортность кабины улучшится. На критику трактористки Натальи Геллер пришлось отвечать токарю Виталию Олешникову. Коллектив объединения сейчас очень волнует то, что трактор Кировец сегодня выпускается без знака качества. И потому мы твердо решили добиться, чтобы новый 330-сильный трактор К-701М был непременно удостоен почетного пятиугольника с начала его серийного выпуска. Итог общего труда в конечном счете зависит от меры сознательности и совести рабочего человека. Хочу сказать о том, что волнует и меня, моих товарищей по труду, а волнует и беспокоит многое. Сама жизнь заставляет нас круто перестроить всю работу. Партия ставит задачу коренного улучшения качества продукции. Особенно это касается нас, фиксильщиков, вырабатывающих изделия для народа. К сожалению, здесь у нас не все в порядке. Сплошь и рядом работаем еще, как вчера привыкли. Как будто кто-то придет и за нас начнет перестраивать огромное хозяйство наше. А надо будет в себя поглубже заглянуть всем, от рядового до министра, и увидеть, частица большого дела лежит на совести каждого из нас. Так считают ткачиха из Костромы Валентина Плетнева и ее товарищи по работе. Так думают делегаты съезда. Острая критика звучала и в выступлении ветерана партии, шахтера первых пятилеток Константина Григорьевича Петрова. Мы десятилетиями просим министра своего угольной промышленности, ну в науку мы не обращались, там хода нет, а сейчас обратимся, чтобы нам сделали комбайн для прохождения подавительных работ в крепких породах. Шахтеры просят, чтобы им облегчить труд, чтобы сохранить их здоровье и дать стране больше угля. И вы обязаны, по-моему, после съезда немедленно собраться и решить этот вопрос. Помню, после рекорда Стаханова, 31 августа 35-го года, мы выехали из шахты на горы. Сразу состоялся короткий митинг, а затем по горячим следам заседание партийного комитета шахта. Вопрос один. О производительности труда забойщика Алексея Григорьевича Стаханова. И дальше мы записали, занести имя Стаханова на доступ почета лучших людей в шахте. Донецкий шахтер Алексей Стаханов превысил дневную норму выработки угля почти в 15 раз. И вот ровно 50 лет спустя, в забое юбилейная смена, в честь того героического рекорда, ставшего вехой в истории страны, в истории советского рабочего класса. Наследников Стаханова встречали ветераны. Они передали молодым не только свою профессию, а главное, свое отношение к труду, которое мы называем коммунистическим. Конечная цель КПСС построение высокоорганизованного общества свободных и сознательных тружеников, в котором труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью. Способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа. Так записано в новой редакции программы КПСС. Наши планы рассчитаны на многие годы, до будущего века. И спрос молодежи будет особый. На плечи этих молодых людей лягут основные заботы, ответственность за судьбу страны. Это им предстоит притворить энергию замыслов в энергию конкретных действий. 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза историческая веха в жизни партии и народа. Съезд принял новую редакцию программы КПСС, изменения в уставе партии, утвердил основные направления экономического и социального развития страны, избрал центральные органы партии. Генеральным секретарем ЦК КПСС единогласно избран Михаил Сергеевич Горбачев. Принятая и утвержденная генеральная линия внутренней и внешней политики партии, линия на ускорение социально-экономического развития страны, упрощение мира на земле, главный политический итог 27-го съезда КПСС. Партия призывает каждого коммуниста, каждого советского человека активно включиться в большую работу по осуществлению наших планов, по совершенствованию советского общества, по обновлению родного социалистического дома. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ